Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение трудных, сложных мест Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки 11.9 и Евангелие от Луки 13.24, мы рассмотрим вопрос «Все ли ищущие находят Христа?». Сначала прочитаем Евангелие от Луки 11 глава 9 стих. Это слова Христа. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И следующий стих, отрывок, точнее, Евангелие от Луки 13.24 по 25. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам, но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы». Казалось бы, два разных текста с противоположным смыслом. В одном случае сказано «Ищите и найдете, стучите, отворят, просящий получают, ищущий находит, а в другом поищут войти и не возмогут». И есть текст из пророка Исаии, который как бы о том же, но он занимает такую серединную позицию. Это 55 глава, 6 стих книги пророка Исаии. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». То есть мы должны знать благоприятные времена. Вот сейчас можно искать Бога, и человек искренне найдет Бога, обрящет Его истину. Можно призывать Его, ибо Господь близок ко всем, но так будет далеко не всегда. Например, в книге пророка Амоса говорится о том, что наступят времена, когда Слово Божие исчезнет из этого мира. Молодые христиане новых поколений, они даже не представляют, как мы жили в советские времена, когда Библия являлась роскошью. Найти Священное Писание было практически невозможно. Это была самая востребованная и самая редкая книга в Советском Союзе. Причем она издавалась, ограниченным тиражом для того, чтобы как бы демонстрировать перед иностранцами. Советская власть иногда разрешала церкви что-то издавать. Но это были такие ограниченные тиражи книг Священного Писания. И вот смотрите, что говорится в книге пророка Амоса о самых последних временах. Это 8 глава, 11 по 13 стих. Эти времена наступят в период апостасии, когда сначала как бы пропадет интерес к Слову Божию, а потом как бы эту книгу будут относить к разряду запрещенных книг, будут говорить там призывы к насилию и т.д. А потом ее не найдешь. Ни в библиотеке, ни в книжном магазине. И в советское время, да, конечно, в огромных библиотеках там были издания Библии, но чтобы получить для чтения в читальном зале, только в читальном зале, надо было приносить специальные справки, которые должны были объяснить, для написания какой работы вам необходима эта книга. Но в самые последние времена будет хуже всего. Итак, читаем книга пророка Амоса. Это Малый Пророк. Один из Малых Пророков. 8 глава, 11 по 13 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». «В тот день и стаивать будут от жажды красивые девы и юноши». Вот эта жажда, это алканье слов Божьих, она вернется в этот мир. Будут ходить от моря до моря, искать с континента на континент, и не найдут. Некоторые экзегеты предполагают, что, возможно, Библия как книга будет сохраняться. И Амос немножко говорит не об этом. Он говорит о том, что будут искаженные переводы Священного Писания, которые не имеют церковного благословения. Или будет Библия как книга, но настоящие комментарии, которые были бы разрешенные и в то же время святоотеческие, а они будут отсутствовать. Как реакционная литература, которая позволяет выпады против моральных ценностей апостасейного мира. Уже сейчас, за границей, издается на английском языке феминистская Библия. Это Библия, где Бог не имеет мужского рода, скажем так. Там все в нейтральном. Оно, оно, оно. Когда говорится там о мужчинах и женщинах в сравнении, там говорится тоже так нейтрально. Была попытка создать геевскую Библию. Геи из числа христиан, они хотели сделать свой перевод со своими многосложными комментариями. Я, кстати, видел один комментарий, где уже этот грех не называется грехом. Библия для военных и так далее. Мы должны искать Господа, когда можно найти Его. Наше время еще благоприятное. И призывать Его, когда Он еще близко к нам. И помнить, и знать, что не всегда будет так. Может быть, есть смысл не только подписываться на библейские беседы на портале «Экзегет», а создавать папочки, в которых копить эти беседы. У нас уже было одно нападение на наш библейский портал «Экзегет», когда все слили, просто все слили. Специально устроился человек, там и рекомендации у него были. В конце концов, он все слил. За годы и годы собранный материал. Хорошо, что в архиве это все дублировалось. Но однажды вы можете прийти в храм и увидеть других священников, которые скажут, что православие – это узко, а у нас тут все пошире. Зайдете в книжную лавку церковную, а там Пхагавадгита, Каран, Шримад Пхагава, Мишна, Тора, Маймонита, все что угодно. А вы спросите, а где отцы церкви? Отцы церкви, они, конечно, люди удивительные, но очень такие однобокие. Очень однобокие. И так будем дорожить теми временами. Сейчас лето Господнее, сейчас время спасения, благоприятное. Но не всегда будет так. С Богом! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok